Добрый день, дорогие друзья! Сегодня по всей стране Коммунистическая партия Российской Федерации проводит митинги протеста против антинародной пенсионной реформы. Правительство решило нас совсем уничтожить. Они ни на что не способны. Не способны к тому, чтобы страна развивалась, к тому, чтобы люди рождались, учились и могли достойно прожить свою жизнь как люди, а не как животные. Мы открываем этот митинг и первым словом предоставляется Сергею Михайловичу Пантелееву, депутату Государственной Думы. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Не безразличны не только в отношении к себе, но и к будущему своих детей. Сегодня, как уже было сказано, Коммунистическая партия организует массовые демонстрации, митинги против так называемой пенсионной реформы, которая, по их словам, принесет благо всем жителям России. Но мы с вами живем в реальной жизни и прекрасно понимаем, что это наступление на очередные социальные права и гарантии жителей России. Мы с вами прекрасно знаем, что в результате этой так называемой реформы порядка 800 тысяч каждый будущий пенсионер себе может записать в минус. Здесь власти часто ссылаются на то, что нехватка денег в пенсионной фонде. Господа, обратите внимание, и это прозвучало в телеэфире, что оказывается 100, 200, 300 миллиардов, которые вполне можно взять через прогрессивный налог с наших олигархов, она, оказывается, мелочи. Так ли это для нас? Из этих так называемых мелочей вполне можно закрыть весь дефицит пенсионного фонда. Если посмотреть и прислушаться к инициативам КПРФ, Государственной Думы, который неоднократно уже вносил проект закона и о прогрессивном налоге, и так называемой госмонополии на спиртоводочные продукты и многое другое, тогда мы с вами прекрасно поймем, что это не дыра в пенсионном фонде. Это дыра в головах у тех людей, которые сегодня выдвинули вот такие решения, потому что это проще. Это не надо заниматься экономикой. И сегодня, когда говорят, что процент или полтора процента роста экономики, это, в общем-то, погрешность. Это говорит о том, что никакого рывка или еще каких-то действий, которые бы привели к улучшению нашей жизни или улучшению экономики, впереди не предвидится. Все мы, наверное, с вами слышали, что необходимо на реализацию так называемых майских указов порядка 8 триллионов. Так вот, это действие одно, оно, в принципе, и закрывает ту нишу, о которой говорили власти, и искали этих денег. Но еще раз подчеркну, лучше бы они делали это через Росэкономику, но, очевидно, нашим профессионалам, в кавычках, это недоступно и невозможно сделать в силу их профессионализма или каких-то иных свойств. Поэтому сегодня мы собрались здесь, чтобы заявить свое «нет» этой пенсионной так называемой реформе. И сегодня, извините, проходящие митинги во всей стране однозначно заявляют, так же, как и опросы, различные опросы, в том числе официальные, что практически абсолютное большинство населения против повышения пенсионного возраста. И фракция КПРФ в Госдуме, и Комучьевская партия предлагала провести референдум всенародный на эту тему. Если мы слуги народа, то должны отражать... Извините. И должны отражать с вами мнение народа. Так давайте по такому злободневному вопросу и прислушаемся к народу. Но власть, естественно, не допустит проведения референдума. Но мы с вами на своих митингах, акциях, должны однозначно заявлять о том, что наша позиция такова. Мы против пенсионной реформы! Да? Да! Мы за то, чтобы все социальные гарантии были соблюдены и никаких наступлений на наши гарантии социальные. Да! Да! Я благодарю вам и надеюсь, что только все вместе мы сможем дать отпор и надеюсь на то, что солидарность в наших рядах будет только усиливаться и поэтому победа будет за нами. Ура! Слово предоставляется представителю конфедерации труда Павлову Игоря Николаевичу. Всем добрый день! Всем каждому спасибо за то, что пришли сегодня на этот митинг. И всем привет от конфедерации труда России, которую я представляю. В нашу конфедерацию, это общероссийское профсоюзное объединение, входят профсоюзы медиков, учителей, работников высшей школы, автомобильных строителей, моряков, авиадиспетчеров и работников других специальностей. Наши члены профсоюза против повышения пенсионного возраста. Поэтому и наша конфедерация против повышения пенсионного возраста, против этой так называемой пенсионной реформы. И поэтому мы не участвуем ни в каких рабочих группах, которые призваны внести какие-то дополнения в эту пенсионную реформу, потому что это попытка завернуть какашку в красивую бумажку и выдать нам это как вкусную конфетку. Ну, со временем последнего митинга произошло ряд событий, из которых я выделю только два. Первое. Стало очевидно, что референдум нам не провести. Нас переиграла власть. Она создала подставные группы инициативные и теперь коммунистической партии просто не собрать в 40 регионах, не зарегистрировать эти свои инициативные группы. Так, в Петербурге 22-го состоялось собрание, 23-го августа отдали документы в городскую избирательную комиссию, но 23-го августа городская избирательная комиссия зарегистрировала какую-то другую инициативную группу. Ну, о чем это говорит? Какие из этого можно сделать выводы? Выводы простые. Нам твердят, вы живете в правовом государстве, у нас верховенствует закон. Нет, у нас никакого правового государства, нет закона. У нас всем правит власть. Если власти было нужно, она быстро, организованно провела референдум в Крыму. Если даже весь народ будет требовать референдума в России по поводу повышения пенсионного возраста, а власть не хочет, то этого референдума не будет. Второе событие это обращение Владимира Владимировича Путина к нам, к народу. Ну, я прекрасно помню его слова. В 2005 году, когда он сказал, пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет. В 2015 году, отвечая на вопрос прямой линии, он тоже сказал, что ну, как мы можем поднимать пенсионный возраст до 65, если у мужчин продолжительность жизни 65 с половиной. Это значит, отработал свое и сразу в деревянный ящик. Поэтому, когда перед выступлением у меня таилась надежда, да, я надеялся, что президент, как он это уже однажды делал, когда РЖД и правительство решили отменить пригородные электрички, что он одернет свое правительство, что он скажет, вы что, товарищи министры, охренели, что ли, как можно повышать до 65 пенсионный возраст мужчинам, когда в 65 регионах средняя продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет. Но, как вы знаете, президент, мотивируя это заботой о нынешних пенсионерах и о будущих пенсионерах, поддержал повышение пенсионного возраста, поддержал пенсионную реформу. Но, я бы хотел обратить внимание на один только момент его выступления. Я на прошлом митинге говорил, что у правительства деньги есть. И президент, в отличие от Медведева, который сказал, денег нет пенсионерам, ну вы держитесь, президент сказал, что деньги есть, и хватит еще на десяток лет для того, чтобы нормально функционировала пенсионная система. А потом деньги кончатся. А почему деньги кончатся-то потом? На что вы, господин президент, на что это правительство министров? Работайте, работайте как рабы на галерах, как говорил Путин. Повышайте зарплаты, повышайте уровень жизни, развивайте экономику, здравоохранение улучшайте, чтобы реализовать свою программу 80+, да, и за 10 лет увеличите продолжительность жизни на 10 лет. А вот после этого проводите пенсионную реформу, повышайте пенсионный возраст, тогда мы не будем против этого повышения. Кстати, единственная властная организация, это Совет по правам человека, они выдвинули именно эту идею. Они предложили начало реформы перенести лет на 7, на 10, до 25 года или позже. Ну, что произошло, то произошло, да, а как говорят, все, что не делается, делается к лучшему. По крайней мере, сказка про доброго царя и злых бояр, она теперь не актуальна. Путин после своего выступления показал, что спасибо, что он такой же, как свои бояре, президент. Все они одного поля ягода. Нам, нам стало ясно, что никто не даст нам избавление избавления 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 Правильно, никто не даст нам избавления. Ни Бог, ни царь и ни герой. Никто не поможет нам избавиться от этой пенсионной реформы, кроме нас самих. Только мы своей собственной рукой можем отстоять наши интересы. Что же делать, да, силы на сегодняшний день, конечно, не равны. У правительства огромные финансовые ресурсы, у него все силовые структуры, вон ОМОН, который вокруг стоит, прокуратура, суды, у него поддержка продажных СМИ, которые уже перестали быть СМИ, они стали средствами массовой пропаганды, а не СМИ. А что у нас? А у нас отобрали самое главное наше оружие, да. У нас нет права на проведение забастовки против социально-экономической политики правительства. У нас есть право на митинги, у нас есть право на акции, у нас есть солидарность, у нас есть вера в то, что наше дело правое. Правда, это не значит, что мы победим, но все равно наше дело правое. Поэтому нужно, нельзя опускать руки, нужно продолжать бороться. и тогда мы можем победить. Нужно верить. Товарищ, верь, зайдет она, звезда пленительного счастья, и на обломках этой власти напишут ваши имена. У нашего профсоюза, МПРА, Межрегиональный профсоюз работников, Международный, Межрегиональный профсоюз, рабочая ассоциация, есть кричалка, лозун, когда мы едины, мы непобедимы. Давайте все вместе. Когда мы едины, мы непобедимы. Когда мы едины, мы непобедимы. Спасибо. Слава предоставляется члену Президиума Центрального Комитета Коммунистической Партии Российской Федерации, первому секретарю Санкт-Петербургского горкома КПРФ, руководителю фракции КПРФ в законодательном собрании Ходуновой Ольге Архиповне. Дорогие товарищи, повышение пенсионного возраста нынешней буржуазной власти это не только фактическая отмена пенсий, но это и уничтожение главнейшего завоевания народа 20 века. Здесь собрались люди, которые не верят заверениям верховной чиновничьей власти, которая в течение всего жаркого этого лета нас увещевает, что она за развитие нашей экономики, давайте не обанкротим экономику, давайте не обанкротим пенсионный фонд, она за то, чтобы повысился уровень жизни наших граждан и тут же раскручивают инфляционную спираль, потому что всю экономику выстроила на валюте, на долларе, а доллар у нас скачет и развивается эта новая спираль. Она нам говорит, ну, подождите, потерпите немножко и все будет отлично к 2024 году и предлагает нам очередную морковку одна тысяча рублей при нищенской никчемной пенсии. Я уверена, что здесь собрались люди, которые не верят этой власти, потому что ответ сегодняшней ситуации лежит на поверхности. У нас экономика обанкротилась и правительство Российской Федерации банкрот. Мы это понимаем? Мы понимаем, что правительство через четыре года в 2024 году должно выплачивать женщинам их накопленные пенсии. Как вы думаете, будут они выплачены? Нет. А в 2026 году должны быть накопленные пенсии, выплачены мужчинам. Будут они их выплачивать? Нет. Вот для этого все и затеяно, чтобы рассовать по карманам наши сбережения, которые мы в течение всей жизни отдавали государству в надежде на то, что государство не только сохранит наши сбережения, но и приумножит. И когда мы придем к пенсионному возрасту, мы сможем безбедно или по крайней мере сводя концы с концами, я бы поправилась, выживать. Ничего этого нет. бюрократический олигархический режим не сделал ничего, ни одного шага, не чтобы повысить производительность труда, не для того, чтобы развить экономику, не для того, чтобы открыть новые места или преградить отток капитала за рубеж, или прекратить отток, безудержный отток денежных средств в карманы бюрократии новых, буржуазных, совершенно нещадно использующих наши ресурсы новоришей. Они используют наши денежные средства ради собственного обогащения, а власть их жалеет. Зачем дополнительные налоги на доходы богатых? Зачем налоги на роскошь? Давайте все проблемы экономические, которые существуют в Российской Федерации, будем решать за счет ограбления тех, кто трудился всю свою жизнь, как вол, как пахарь, как честный человек. Трудно жить в Российской Федерации честному человеку. Для этого нам нужно выстоять, не слушать вещевания власти, заставить их услышать наши требования. Ни одного года, чтобы пенсионный возраст был изменен. Никаких уступок правительству данный закон нужно отозвать из нашей Государственной Думы. Надо провести референдум по недопущению пенсионного возраста. Все это мы должны сделать с вами, консультировать свои усилия. И давайте вспомним слова Горького в мещаниях. Права не дают. Права не дают. Права берут. Вот наш лозунг. И ни шага назад. Слово предоставляется депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Ивановой Ирине Владимировне. Здравствуйте товарищи. Спасибо большое что мы действительно собрались здесь. Но я буду выступать как и 28 числа с цифрами. Мы недавно с вами прослушали президента. И президент нам сказал о том что вот ребята на одного пенсионера приходится один и два человека работающего а я вам сделала цифры и сосчитала что значит на одного пенсионера один работник. Что получается мы с вами работаем в среднем 36 лет. За 36 лет по нашему законодательству мы с вами отдаем в наш фонд государственный пенсионный фонд которого то там дырка то не дырка я так и не понимаю есть там дефицит есть профицит и что там происходит сколько 103 заработные платы это цифры они четкие они видны везде даже вот здесь посмотрите есть формула что дальше нам говорят о том что жить мы будем 72 года ну конечно это преувеличение мы с вами понимаем что мужчины у нас живут значительно меньше но если даже брать вот эти цифры 12 лет то за время дожития как они говорят время дожития да это страшные фразы которые мы слышим это мы не выходим на заслуженный отдых как было раньше а мы с вами выходим на время дожития так вот за эти 12 лет нам выдадут всего 47 заработных плат 47 заработных плат давайте с вами придем в первый класс и отнимем от 103 отнимем 47 сколько же у нас осталось в пенсионном фонде а у нас осталось с вами 56 заработных плат это больше чем 47 обратите внимание значит мы уже заплатили и за себя и еще за будущее поколение а если цифры применить которые действительно лживые правительства что 1,2 работника на сегодняшний день на одного пенсионера то эти 56 надо еще умножить на 1,2 и получается что за двоих мы уже платим но не забывайте что когда мы выходим на заслуженный отдых мы продолжаем работать и мы продолжаем работать не от хорошей жизни а для того чтобы получить вот эту пенсию в виде нашего дохода и также платим в пенсионный фонд точно так же и если брать вот это странное сочетание время дожития когда мы вынуждены работать на лекарства и на различные ЖКХ да то вот эту сумму в 56 надо умножить еще на 3 в таком случае мы обеспечивали има наших детей и внуков а нам на сегодняшний день говорят не так это не так да где деньги скажите пожалуйста а может вот те самые триллионы долларов которые вывозятся сегодня из-за границы и есть наш пенсионный фонд в таком случае мы должны требовать чтобы его вернули нам и вернули полностью и оставили нам мы против и это действительно наше право и пусть нас не дурят все молодец 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 слово предоставляется первому секретарю Ленинградского комитета Российской коммунистической рабочей партии Маленцову Степану Сергеевичу Товарищи вот и закончилось лето отшумел мандиаль под прикрытием которого правительство крупного капитала и его боевой авангард в лице депутатской фракции Единая Россия стала навязывать нам пенсионную реформу раскрыл свои карты и господин Путин ратующий за повышение пенсионного возраста но умело скрывающий это от своих избирателей во время избирательной кампании впереди нас ожидает окончательное рассмотрение этого законопроекта в Государственной Думе кто и как сможет остановить взорвавшийся господ может быть это сделает гражданин Шмаков который возглавляет Федерацию профсоюзов России понятно что один человек ситуацию не изменит что для этого нужны коллективные действия самих членов профсоюза но ведь вместо организации таких действий господин Шмаков все лето занимался пустой болтовней делая двусмысленные заявления мы мол пока против но если будут уступки то повышение согласуем не так давно господин Путин озвучил заранее согласованные уступки видимо теперь Шмаков будет удовлетворен невнятную позицию занимает и председатель Ленинградской Федерации профсоюза Дербин где он пускай выйдет на эту трибуну и расскажет нам о своих взглядах поэтому мы поддерживаем требования с мест созвать неочередной съезд ФНПР выработать программу действий программу борьбы и вывести из руководящих органов профсоюза Шмакова и прочих предателей интересов трудящихся целый ряд политических сил предлагает остановить повышение пенсионного возраста методом буржуазной демократии провести референдум конечно это выглядит очень привлекательно большинство граждан против придут на избирательные участки проголосуют и вопрос будет закрыт но это все в теории не будем забывать что буржуазия обладает огромными ресурсами позволяющими манипулировать сознанием масс они побуждают обывателя делать то что противоречит его собственным интересам в том числе голосовать за кандидатов от единой России выбирать выбирать путиных собяниных и прочих ставленников крупного капитала не будем забывать что буржуазия признает только те результаты которые выгодны ей например результаты референдума в Крыму они приняли а точно такие же результаты на Донбассе уже нет мы Российская Коммунистическая Рабочая Партия не выступаем против проведения референдума но считаем что одного лишь этого для победы будет недостаточно остановить взорвавшихся господ остудить их пыл может только борьба самих трудящихся во главе с рабочим классом с выходом на всеобщую политическую стачку именно рабочий класс является главной производительной силой общества именно рабочий класс больше всех остальных социальных слоев страдает от гнета буржуазии в том числе от предполагаемого повышения пенсионного возраста преимущественно физический труд в условиях бредного производства вызывает соответствующее снашивание организма которое не позволяет 65 лет по многим рабочим профессиям выполнять свои функции так же как в молодости Карл Марс был прав рабочему классу нечего терять кроме своих цепей поэтому объективно в силу своего положения он больше всех остальных социальных групп заинтересован и исторически призван осуществить прогрессивные революционные преобразования во всех сферах общества более подробно познакомиться с нашей позицией с нашими аргументами найти ответы на многие вопросы вы можете если возьмете в руки газеты трудовая Россия она сейчас распространяется на нашем митинге заканчивая свое выступление я хочу обратиться ко всем кто разделяет наши подходы товарищи выходите на связь занимайте свое место в трудовом фронте занимайте свой участок борьбы против капиталистического варварства за социальную справедливость за социализм классовый враг будет разбит победа будет за нами рот в рот слава предоставляется представителю левого фронта Натальи Глазовской приготовиться Егору Михайлову добрый день товарищи дорогие друзья цель нашего митинга сегодня очевидна мы здесь сегодня для того чтобы выразить наш протест против пенсионной реформы левый фронт солидарен со всеми кто видит в этом лицемерном шаге наших властей не только живый подтекст но и посягательство на нашу общую судьбу и на наше будущее какие только доводы не приводят поборники этой людоедской реформы очевидным остается тот факт что нас с вами пытаются сделать расходным материалом с истечением срока годности в 60 и в 65 лет ведь абсолютно ясно что условия при которых нам придется потрачить всю жизнь чтобы под конец жизни довольствоваться грошами в виде благотворительной пенсии далеки от стандартов развитых стран между тем именно на них ссылаются наши власти оправдывая свое решение да верно в Германии пенсионный возраст составляет в 65-63 года в Финляндии в 68 но обе эти страны лидируют в мире по уровню жизни а какое место у России в 50-е более того в этих странах вопреки здравому смыслу если верить доводам нашего правительства действует прогрессивная шкала налогообложения в Германии для сверхдоходов 51% в Финляндии 31% само собой напрашивается вопрос где же логика если мы равняемся на кого-то а не исходим из интересов собственного народа будем последовательны в своем подражании до конца но последовательность у нас заканчивается там где начинается интерес олигархических кланов владеющих 90% национального богатства страны поэтому когда нам начинают приводить те или иные аргументы взывая к нашему разуму и интеллекту мы говорим не верим наш протест здесь тоже потому что мы хотим призвать к разуму и интеллекту и правящую элиту мы хотим ее призвать к совести к чести солидарности и сотрудничеству со своим народом ни с МВФ ни с мировым капиталом а именно со своим народом да наш народ терпелив и доверчив он против войн революции любого насилия все это он испытал на себе в своей истории потому и дорожит какой-никакой но стабильностью и готов ради этой стабильности нести все и маленькие зарплаты и крошечные пенсии и растущие налоги непомерные тарифы ЖКХ скверные вредные продукты мусорные свалки и многое другое но есть у наших людей еще одна характерная черта неприятие фальши он чувствует ее нутром и охладевает ко власти если он видит в ней носителя этой фальши и это тоже было не раз в нашей истории когда мы расплачивались своей государственностью если власть остается носителем фальши сегодня власти надо опасаться не наших акций протестов не арестовывать Сергея Удальцова за его правду сегодня власти надо бояться охлаждения и равнодушия собственного народа ибо она не подвигнет его никакой анонсированный прорыв прорыв совершается людьми и во имя людей да, работать до преклонного возраста в целом хорошо но при этом если ты полон сил здоровья энергии верой в будущее своих детей и если это подкреплено заботой о тебе государства но если государство банкрот если пенсионная реформа есть всего-навсего отсрочка этого банкротства то почему мы должны ей аплодировать почему мы должны подыгрывать власть поддержащим в их лукавых попытках сохранить собственное лицо и нажитое богатство именно поэтому мы будем продолжать нашу борьбу за справедливость ибо видим в этом и свой долг и правду нет лживому капитализму свободу Сергея Удальцова ура слава предоставляется первому секретарю городского комитета Ленинского комсомола Егору Михайлову дорогие товарищи друзья приветствую вас от периодового отряда российской молодежи Ленинского комсомола сегодня мы нашей дружной командой вышли на очередную массовую акцию протеста против этой лживой синичной и бесчеловечной так называемой пенсионной реформы которая по своей сути никакой реформы не является это лишь очередной этап по ограблению и унижению нас с вами трудового народа народа который в самой богатой стране мира занимающей одну шестую часть суши вынужден брать кредиты чтобы собрать детей в школу я думаю все в этом убедились накануне 1 сентября вынужден платить эти ипотеки до гробовой доски чтобы получить нищенские эти квадратные метры и крышу над головой оставлять все силы и все здоровье работая на капиталистов расхитителей госсобственности народа перед которым вообще-то это капиталистическое государство эти горе правители в неоплатном долгу но у этих господ долг как известно грабежом красен что они в очередной раз демонстрируют лишая последней возможности дожить до этой нищенской пенсии абсолютное большинство граждан демонстрируют проявляя особый цинизм и жестокость правда разыграли настоящий спектакль которому на днях тут присоединился руководитель этой клоунской труппы находящийся до этого якобы вне пенсионного вопроса шоу у него получилось на славу тут и великая отечественная война тут и великая отечественная война виновата в повышении пенсионного возраста ну хорошо хоть татаро-монгольское нашествие не вспомнил и многочисленные демографические ямы и конечно же советская власть она у него вообще во всем виновата после войны полстраны было разрушено не повысили пенсионный возраст ему досталось какие же они негодяи виноваты одним словом все кроме этих олигархов которые паразитируют на трудовом народе и число которых увеличивается год от года кстати слова Владимира Владимировича в 2005 году мы оказывается с вами тоже неправильно поняли закончился президентский срок закончились все обещания они у него как выясняется имеют срок годности причем весьма короткий может быть действующий президент предложил эффективный вариант решения данной проблемы например национализацию нефтегазовой промышленности нам бы это дало 10-12 триллионов и мы бы сейчас с вами разговаривали о снижении пенсионного возраста и о многократном увеличении пенсий или заставил раскошелиться своих дружков олигархов которых уже сегодня более 100 и они появились как раз последние 18 лет и вывозят активно капитал за рубеж или может быть наконец перестанет лукавить и признает что введение прогрессивного налога это никакие не 100 миллиардов это гораздо больше и это тоже могло бы решить проблему признает наконец что деньги то в стране есть просто они не на службе у трудового народа они в карманах у олигархов но нет гарант нашей конституции подсчитывает прибыль от продажи зданий пенсионного фонда приходит к гениальному умозаключению что этого оказывается хватит на несколько дней и признает неизбежность пенсионной реформы казалось бы на этом все занавес дальше сказать нечего но нас еще призывают отнестись ко всему этому с пониманием с пониманием к откровенному грабежу спасибо большое мы мы трудовой народ заявляем что мы не понимать не принимать эти лживые аргументы не собираемся мы не собираемся принимать никакие послабления этой пенсионной реформы а на деле обман мы выступаем за ее полную отмену мы говорим нет этой буржуазной власти да здравствует народная власть во главе с КПРФ нет повышению пенсионного возраста да здравствует революция и пролетарская дитутатура ура 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 товарищи ура Ленин партия комсомол Ленин партия комсомол Ленин партия комсомол спасибо слово предоставляется представителю объединения работающей молодежи Сергею Масликову приветствую вас уважаемые участники митинга спасибо что пришли спасибо что неравнодушны грядущая пенсионная реформа честно говоря для многих граждан моих товарищей знакомых явилась каким-то откровением некоторые в шоке некоторые в унынии некоторые в ступоре я сам работаю на заводе являюсь членом трудового коллектива профсоюзным активистом и честно говоря в частных беседах ни разу не услышал ни от одного человека что люди одобряют повышение пенсионного возраста по данным в целом порядка 30% молодежи от 18 до 24 лет значит хочет эмигрировать из нашей страны это на самом деле очень страшные цифры и нехорошие цифры молодежь на самом деле хочет достойной жизни хочет верить в будущее а вместо этого они видят что что повышают пенсионный возраст их родителям это недопустимо хочется вспомнить слова Павла Николаевича Грудина который сказал в предвыборной гонке что наше государство должно быть не зоной а территорией социального оптимизма и хочется сказать правильные слова на сегодняшнем митинге поддержите пожалуйста мы хотим чтобы власть нас слышала мы хотим чтобы наша страна развивалась мы поддерживаем резолюцию сегодняшнего митинга вместе мы победим спасибо слово предоставляется представителю Приморской районной организации КПРФ Горееву Камилю уважаемые товарищи друзья отрадно видеть здесь большое количество людей под красными знаменами октября но не меньше здесь и мнений кто-то скептически относится к нашим властям особенно после последних событий и объявления так называемой набившейся москомину реформы кто-то гораздо более радикален как сегодня уже звучало по отношению к нашим правителям но хотелось бы отметить несмотря на то что в связи с организацией митингов есть некоторые противоречия между либеральными и левыми силами именно наша партия на протяжении 25 лет с момента восстановления своей деятельности является единственной зарегистрированной Минюстом Российской Федерации парламентской партии которая последовательно проводит политику на пропаганду социалистических идей в массы да конечно несмотря на то что с каждым годом наша жизнь все хуже жизнь становится все тяжелее права отбираются у людей каждый год несмотря на это результаты нашей партии на выборах не всегда нас радуют да это так но тем не менее мне хотелось бы сказать что наши оппоненты либерального толка они критикуют нас очень часто несмотря на то что сегодня очень много с этой трибуны звучали опровержение этого утверждения что мы не критикуем высшую власть в частности не критикуем президента либо критикуем но на наших собраниях не публично мне хотелось бы сказать на этот счет свое мнение частное что на самом деле противная идея противная нашему народу сама по себе Рыночная экономика, навязанная нам извне И система, которая сложилась Государственная, она достаточно устойчива И поддерживает себя, даже если заменить Отдельных лиц То есть, мне кажется, что нужно менять Не отдельный кран, а всю систему И в целом отказываться От нынешней экономической модели Но хотелось бы отметить Естественно, люди видят, как сегодня было сказано Люди видят фальшь Наш народ понимает, когда это пустые декларации Или когда это реальные намерения И вот на мой взгляд Если, несмотря на то, что за последние 30 лет Конечно, ржа капитализма Она проникла во все Во все части нашего общества В том числе, конечно, она проникла и в левое движение Мы понимаем, что люди, которые Многое в своей жизни уже достигли У них высокое материальное положение Им тяжело будет отказаться от всего Им тяжело будет по-настоящему перейти от слов к делу И отказаться от Условно говоря, перейти к распределительной системе Которая была при Сталине, например От нынешней рыночной экономики Но тем не менее, только когда люди поверят нам Поверят, что это не декларации И десятки миллионов людей пойдут за нашей партией Тогда уже будет звучать не слово А референдуме Как частный вопрос Такой, как поднятие пенсионного возраста Хотя вопрос, затрагивающий десятки миллионов людей Сейчас и в будущем А референдуму о смене экономической модели И полному отказу от рынка Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я что-то искал Дорогие друзья, сейчас будет исполнен гимн рабочего класса Заводы вставайте Это произведение написано уже больше сотни лет назад Автор его, композитор Эйслер Слова Янки Исполняет Член Всероссийского женского союза Надежды России Александра Морозова Аккордеон И лауреат международных конкурсов Валентина Владимирова Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Заводы вставайте Шеренги смыкайте На битву шагайте Шагайте, шагайте Проверьте прицел Заряжайте ружье На бой, пролетари, за дело свое На бой, пролетари, за дело свое Товарищи в тюрьмах В холодных застенках Вы с нами, вы с нами Хоть нет вас в колоннах Не страшен нам белый фашистский террор Все страны охватит восстание костер Все страны охватит восстание костер Назовка минтерна Стальными рядами Под знамя Совета Под красное знамя Мы красного фронта Отряд боевой И мы не отступим С пути своего И мы не отступим С пути своего За воды вставайте Шеренги смыкайте На битву шагайте Шагайте, шагайте Проверьте прицел Заряжайте ружье На бой, пролетари, за дело свое На бой, пролетари, за дело свое Слава предоставляется представителю общественной организации Революционная рабочая партия Дмитрию Ковалеву Здравствуйте, товарищи Нам в очередной раз говорят, что пенсионная реформа Вообще говоря, естественно Да, что мы должны работать до 60, до 65 лет Нам говорят, что, как когда-то говорили Про 12-ти часовой рабочий день Это естественно 8-часовой рабочий день тоже естественно На самом деле Это просто то, сколько мы позволили у себя отнять Мы в очередной раз позволяем себя ограбить И пенсионная реформа Это просто-напросто грабеж Нам говорят, денег нет Бюджет пустой Но посмотрите В большинстве стран Прогрессивное налоговое обложение В Европе Мы должны национализировать Крупнейшие предприятия Тогда появятся деньги Ввести налог на роскошь В конце концов Отобрать Вообще все У богатых И вернуть это народу Борьба продолжается 16 сентября будет проведен митинг Против пенсионной реформы Общегражданский митинг Который организует все политические силы Санкт-Петербурга Приглашаю вас на этот митинг И призываю сказать Решительное нет пенсионному грабежу Долой пенсионный грабеж Долой пенсионный грабеж К слову предоставляется Представителю общественной организации Марксистская тенденция Здравствуйте товарищи Пенсионная реформа Стала подлым ударом В спину рабочего класса России Мы работаем Не выкладая рук Ужасная медицина Здравоохранения которого нет Ужасные условия труда Продолжительность здоровой жизни Мужчина-россиянина 59 лет Люди и так доживают До пенсии инвалидами Теперь нам говорят 65 Кто может так Никто так не может Говорят денег нет За пенсионеров денег Ложь Есть деньги В 2012 году 26% отчисления В пенсионный фонд установили норму Завыли биржу и предприниматели Нет, не можем На Куршевеи денег нет На яхты денег нет На Мерседесы денег нет Оставили 22 Налоговый маневр А потом выясняется Нету денег в пенсионном фонде Как же так получилось Нет способа Надо повышать пенсионный возраст Да и не платит никто В этот пенсионный фонд И вот на работу идет человек устраиваться Что ему говорят Здесь серая зарплата Здесь черная зарплата Здесь в конверте зарплата Как так? Никак не справиться А справиться очень просто с этим Необходимо установить Отраслевые стандарты Зарплаты труда По средней зарплате Фактической в отрасли Не хотят начислять формально Платить реально Пусть втрое платят штрафы В налоговую Необходимо разогнать Весь этот пенсионный фонд Государство Должно взять на себя Ответственность за стариков Нужна государственная Система пенсионного обеспечения Так как было в Советском Союзе Чиновников тоже Чуть никаких льгот Для чиновников В этой пенсионной системе Вот там стоят вокруг Нас охраняют А они в 45 на пенсию уходят Потолки здесь ныряют В 35 уходят А рабочий человек До 65-ти должен работать Как так? В Роснефти Зарплата в год 370 миллионов У топ-менеджмента 370 миллионов Вдумайтесь А они платят пенсионный фонд Не 22 А 10 процентов Льгота Для них льгота На бедность На яхты На Куршевель Все это Необходимо Разрушить Как? Очень просто Нам говорят Нет, революция Это ужас Если революция То это Кошмар Знаете Жизнь Работать до смерти Это настоящий Кошмар 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 И для нас сейчас Вопрос стоит так Либо работать до смерти Либо изменить этот мир А для кого-то Это кошмар А для кого-то Освобождение Для нас Для трудей Труда Это возможность Зажить по-человечески Это возможность Зазвободиться Развивать твои творческие способности Это коммунизм Товарищи А сейчас Мы должны выйти На борьбу с пенсионной реформой В районные комитеты К станциям метро К проходным Агитировать Агитировать И агитировать Вместе с комитетами Против пенсионной реформы И 16-го Выходим на очередной митинг Митинговать Протестовать Бастовать Другого пути у нас нет Слава предоставляется Представительной Социал-демократической фракции Партии Яблоко Тиму Роги Диванишвили Приготовиться Нестору Спицыну Товарищи Наша Родина в опасности Повышая пенсионный возраст Больше чем средняя продолжительность Жизни Это геноцид Нашего собственного народа У нас уже В обиходе Появилось такое слово Как Кредитное рабство И теперь Под лозунгом Работай пока не сдохнешь Нас превращают В трудовой лагерь Это значит Что страну Загоняют Даже не в средние века А намного хуже Авторы Авторы так называемой Пенсионной реформы Убеждают нас Что так Сделано на западе Так сделано В развитых странах Но давайте сначала У нас будет Как в развитых странах Медицина Пенсии Уровень жизни И социальная политика И только после этого Можно будет задуматься О повышении Пенсионного возраста И каких-то В этом изменениях В соответствии С нашей конституцией Российская федерация Является Социальным государством А что мы имеем По факту В нашем лексиконе Постоянно употребляются И звучат Такие слова Как Распил Откат Занос По факту Мы имеем Государство криминальное И воровское Надо нам Такое государство Нет Гарант Нашей конституции Недавно вещал Народу О том Что вы понимаете У нас же Демографическая яма У нас в стране Не хватает денег Но послушайте Нет никакой У нас Демографической ямы Посмотрите Сколько у нас Детей Молодых людей Вокруг Это все Сказки Про белого бычка А что касается Денег Может быть Хватит Воровать Хватит Пилить бюджеты Брать взятки Хватит Воевать В Украине И в Сирии Хватит Отдавать Заходы Главскорпораций Так называемым Лицам Приближенным Лицам И друзьям Сами знаете Кого Это то Что делать Не надо А теперь Я скажу О том Что делать Надо Мы с вами Хотим Ждать Подачек От властей Нет Мы согласны Получать Милости От так называемого Доброго царя Который говорит Нам о том Что надо Смягчить Повышение Пенсионного Возраста Нет Нас устраивает Такая власть Которая Коррумпирована Которая Воровская И бандитская Нет Значит Мы будем Менять Эту власть Да Мы Мы заставим Ее услышать Волю народа И поступать Соответственно Воле народов Да Да Даешь Всеобщую Политическую Стачку Слава Труду Мы победим Спасибо От Союза Учитель Слово Предоставляется Михаилу Чекмареву Я понял Уважаемые Сограждане 29 августа Мы Услышали Президента 29 августа Он подтвердил Предложение Правительства Медведева Единоросского Большинства В Думе Что возраст Выхода на пенсию Будет повышен 29 августа Нам были Представлены Абсолютно Неубедительные Доказательства За повышение Пенсионного Возраста Любой из вас Любой человек Умеющий думать Смог сделать Однозначный Вывод Чиновники И дальше Будут богатеть Олигархи И дальше Будут купаться В роскоши И весь этот Банкет Оплатят Трудящиеся Оплатят Те Кому не дадут Заработанных Пенсии И положенных По возрасту Льгот Профсоюз Учитель Как и остальные Профсоюзы Входящие в конфедерации Труда России Не согласен С этим решением Властей Профсоюз Учитель Вместе со всеми Противниками Этой реформы Будет бороться За ее отмену За соблюдение Социальных гарантий Прописанных Конституцией В статьях 7 и 39 Именно поэтому Профсоюз Учитель Как и другие Профсоюзы конфедерации Труда России В нашем городе Вошел в коалицию Петербург Против повышения Пенсионного возраста И работают Вместе с остальными Участниками Коалиции Мы не мечтатели Мы понимаем Что предстоит Долгая борьба И мы будем бороться До полной Отмены Этой Людоедской Инициативы Что нам Противникам Этой В кавычках Реформы Надо сделать Уже сейчас Первое И крайне важное Прежде всего Участвовать В создании Общегражданских Инициативных Групп По противодействию Реформе На местах В районах В микрорайонах В трудовых Коллективах В любительских Объединениях Представители Этих групп Присутствуют На нашем митинге И вы можете К ним присоединиться Вот справа Там от меня Второе Мы с вами Здесь присутствующие Должны донести До всех наших Сограждан Что Мы не просто Против повышения Пенсионного возраста Мы За Социальное государство Мы за Полноценное Соблюдение Требований Конституции Обеспечивающих Социальные права Граждан И наконец Мы за Эффективное правительство Прошу не путать С эффективными Менеджерами Которые умеют Реально работать А не залезать В карманы Трудящихся Для этого Каждому из нас Придется Поработать Подчеркиваю Каждому И в социальных сетях И в распространении Листовок И участии В пикетах Ведь средства Массовой информации Даже те Которые присутствуют На нашем митинге Боятся Поссориться С властью И ничего Путного И толкового Не расскажут Своим зрителям Слушателям И читателям По поводу Эффективного правительства Старшее поколение Помнит Как 20 лет назад Действительно Эффективное Правительство Примакова Сумело Вытащить Страну Из экономической Пробости Которую Завели Всевдореформаторы Загружения Ельцин Третье Нам необходимо Создать Постоянно Действующие Консультативные Совещания На паритетной Равной основе Из всех Оппозиционных Политических Партий И общественных Организаций Из всех сил Несогласных С решением Власти И выступающих За отмену Реформы Такое Совещание Может И должно Координировать Протестную Деятельность В нашем городе Чтобы мы могли Достичь Реального Результата И похоронить Эту инициативу Власти А в качестве Напутствия Я пожелаю Всем нам Смелости Мудрости Упорства И тогда победа Будет за нами Ура! А сейчас Слово Предоставляется Артисту Театра И кино Коммунисту Невской Заставы Рафаилу Эвазову Здравствуйте Дорогие Товарищи Как никогда И на сегодня В эти Крабительские реформы Актуальна Песня Песня О тревожной Молодости Которую Споем все вместе С Площадью Ленина Забота у нас Простая Забота Наша Такая Жила бы Страна Родная Песня 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 Я буду Идти Вперед И снег И ветер И звезд И ночной Полет Меня Мое сердце Привожную Даль Зовет Привожную Даль Зовет Не думай Что все Продели Что бури Все Отгремели Готовься К великой Цели А слава Тебя Найдет И снег И ветер И звезд И ночной Полет И Меня Мое Сердце Привожную Даль Зовет Готовься К великой Цели Вперед К великой Цели Слово Предоставляется Предстоителю Общественной Организации Гражданская Солидарность Илью Илье Крупенину Друзья Товарищи Выключили Меня Друзья Товарищи Наши Так называемые Избранники Зажрались И оторвались От нас От народа Оторвались Окончательно И бесповоротно Оторвались Оторвались И Зажрались Оторвались В общем Мы И они Это уже Не единый народ Хоть живем Мы с ними На одной территории В общем Давайте перейдем Сразу К основной части Вопроса Я вам предлагаю Вместе всем Соединиться И организоваться То есть у нас Есть с вами Несколько вариантов Развития событий Если вы Уже активист Какой-то организации Политической партии Профсоюза Движения Или какой-то другой Протестной группы То вам нужно Внутри Дополнительно Организоваться Выработать Конкретные шаги И решения И требования И дальше Нужно Добиваться того Чтобы Ваша организация Исполняла Именно эти требования А не какие-то Свои аморфные И призрачные программы Ежели Если вы Еще нигде не состоите То пора проснуться И Собственно Вступать В какое-нибудь Движение Которое вам Ближе всего И по душе Если вы Есть второй вариант Вы можете Самостоятельно Организоваться Для этого Есть и Законные основания Например Вы можете Организовать Совет Многоквартирного дома И там обсуждать Не только проблемы Коммунальные Но и остальные Ибо коммунальные Это всего-навсего Маленькая часть Той проблемы Которые Нас окружают Вы можете Организовать Общество По защите прав Потребителей У нас сейчас Государство Вокруг предлагает Различные услуги Но категорически Не хочет нам Их давать И внутри Этих Внутри Этих Организаций Вы можете Также вырабатывать Дальнейшие Шаги Для Чтобы Преломить Эту ситуацию Которую мы На данный момент Достигли Собственно Что я хочу Вам сказать У нас есть Только всего-навсего Одна Возможность Прямо сейчас Стать Организованной Мобилизованной Ячейкой общества И только тогда Мы сможем Управлять Нашей стороной И Делать так Чтоб она Просветала Когда мы все вместе Мы сила Если мы врозь То мы собственно Пыль В ногах Сильных И богатых Спасибо До свидания Слава От общественной организации Левтфем Предоставляется Наталье Рыбалко Здравствуйте Здравствуйте Хотела сказать Большое спасибо Всем кто пришел Сегодня на эту площадь Сегодня здесь Я представляю В первую очередь Штаб объединенной Компанией Петербург Против Повышения Пенсионного Водраста Который объединяет Различные Левые организации Независимые Профсоюзы Нашего города И есть Одна очень важная вещь Которую я хотела Сказать в первую очередь Ребята Давайте помнить о том Что вся история Общественного Прогресса Это прежде всего История Завоевания Наших Социальных Прав Давайте вспомним Восьмичасовой Рабочий день Доступная Медицина Образование И конечно же Пенсионное Обеспечение Право пожилых Людей Не работать Живя на пенсию И давайте вспомнить Давайте помнить о том Что Это право Не давалось нам Так легко Уменьшая время Которое мы тратим На нашу работу На наемный труд Мы тем самым Уменьшаем Прибыль наших боссов Наших работодателей И конечно же Они так просто Не позволят нам Это сделать Они всегда будут против Расширения наших Социальных прав И власти Которые поддерживают В первую очередь Их Будь всяческим В этом помогать Поэтому не стоит Ждать милости От батюшки царя Не стоит ждать Справедливости Честного отношения Надо отвоевывать Эти права И хотя бы Давайте для начала Поможем Сохранить то Что уже имеется Я напомню Пенсионный возраст 55-60 лет Был введен В 30-е годы Для рабочих и служащих Для всех категорий граждан В 60-е годы С тех пор Мы наблюдали Огромный Научно-технический Прогресс Введение И усовершенствование Технологий Появились компьютерные Технологии Интернет-технологии Нано-технологии Которых нам Все уши Прожужали Производительность Труда Выросла Многократно И после этого Нам заявляют Что мы должны Больше работать Протестовать Мы уже на пенсии Нас это не касается Нет, ребята Мы все в одной лодке Мы все наемные работники Настоящие Бывшие Будущие И мы должны Друг друга поддерживать Поэтому Надо Чтобы остановить Этот Варварский Законопроект Надо выходить На улицы И громко Заявлять О том Несогласие С ним Поддерживать Протестную активность Выходить На все митинги И акции И прежде всего Я приглашаю вас Презинято К нашей группе Вконтакте Петербург Против повышения Пенсионного возраста Записываться Волонтеры И выходить На митинг 16 сентября Спасибо От Межрегионального Профсоюза Рабочая ассоциация Слово предоставляется Алексею Этману Здравствуйте Товарищи Я являюсь Представителем Конфедерации Труда России Хочу Вам заявить О том Что конфедерация Труда России Это единственное Профсоюзное Объединение Которое Последовательно Выступает Против данной Реформы Сегодня Профсоюзы Соцпрофа Вместе со своим Лидером Восторецовым Уже поддержали Пенсион Повышение Пенсионного возраста Сегодня Шмаковцы Уже выступают За то Чтобы вести Дискуссию И вести торги По поводу Повышения Пенсионного возраста И только Конфедерация Труда России Куда входит Профсоюз Учитель Куда входит Профсоюз МПРА Куда входит Профсоюз Моряков Выступает Категорически Против Сегодня Мы пожинаем Плоды Аполитичности Последних 25 лет Сегодняшняя Реформа Это результат Того Что последние 25 лет Наши братья Отцы Дядьки Слушали Вот этих Мужиков В галстуках Которые говорили Мы сделаем Политику За вас Не ходите В политику Это дело Не ваше Вы стоите Себя на заводе Вы варите Машины А мы для вас Все решим Вот они решили Вашу пенсию Унес депутат Единорос Понимаете Дело в том Что сегодня Из 350 Единоросов Депутатов 300 долларов Миллионеров И миллиардеров Вы их выбирали Вы их выбирали Ваши соседи Вы Я вам скажу Провокационную вещь Они проведут Эту реформу Они проведут Эту реформу По той причине Что сегодня На этой площади 35 человек А не 300 тысяч Они проведут Эту реформу Потому что Сегодня уехали Копать картошку И собирать грибы Они заполонили Вот эту площадь И не остановили Движение на ней Сегодня Вы показываете Маргинализацию И малочисленность Ваших митингов Наших митингов Я вместе с вами Здесь Пока мы не приведем Своих соседей Своих родных И близких Пока миллион граждан Шестимиллионного города Не выйдет на эту площадь Мы проиграем Бразильские товарищи Говорят следующее Если ты не делаешь Политику Политика Сделает тебя Вот сегодня Политика Которую лоббируют Олигархи И прочая Сволочь из единой России Приводит к тому Что мы не доживем До своей заслуженной пенсии Я был в Египте Вы знаете Кто 90% населения Египетских отелей Это пенсионеры Германии Которые На свою пенсию Имеют возможность Купить билет И жить Три месяца В отеле Все включено Это все на пенсию Может позволить себе Российский пенсионер Такое Значит Все российские пенсионеры Должны стоять Родом с нами Несмотря на подачку В тысячу рублей Сегодня Многие из нас Ждали выступления Гаранта Гарант выступил И что он сказал Мое слово царское Хочу дал Хочу взял Вчера я вам сказал Не будет повышения Пенсионного возраста А сегодня уже Эх Другая обстановка Сегодня я новый царь Поэтому новое царское слово Будете умирать В Макинтоше Мы все Сегодня Должны осознать Что Используя инструменты Политических сил Которые близки К нам по духу Используя инструменты Профсоюзной работы На предприятии Используя Солидарность Солидарность В том числе С нынешних пенсионеров С нами Мы должны Вывести на эту площадь Миллион человек На следующий митинг 16-го Или там 19-го числа Мы должны Выходить не только На митинги Потому что Митинги для них Не страшны Мы должны Остановить Сотню предприятий В Санкт-Петербурге В политической забастовке С единственным требуем Отменить пенсионную реформу Почему они Продвигают Пенсионную реформу Почему они Последовательно Все единороссы Которые сидят в Госдуме Они голосуют за Знаете почему? Потому что ни один из них Не будет суть на пенсию Они уже Разворовали бюджеты Всех Мастей Они разворовывают все Чиновник пенсионного фонда Имеют миллиард недвижимости Слуга народа И каждый второй из них Украв Из ваших налогов Из ваших пенсионных отчислений Они просто разворовываются Вы не думаете Что не хватает Потому что Туда-сюда Там Просто Вор на воре Вором погоняет И наша задача Наша задача Как говорил Жеглов Жулик должен сидеть в тюрьме Любой чиновник Укравший Из налогов Должитель в тюрьме С конфискацией имущества Я призываю вас всех Берите своих детей Берите своих родных Берите своих знакомых И приходите на следующий митинг Три тысячи человек Шестимиллионного Петербурга Не отменят пенсионную реформу Триста тысяч Три миллиона в Петербурге Отменят ее за один день И я хочу сказать последнее Мы Наш лозунг профсоюза Не надо плакать Организуйтесь Не надо стонать Что вот от него Наш народ Мне вообще напоминает Знаете Вот Кто был в горах Видели подвесные мосты Вот он такой Там Канаты Эти Жордочки И вот наш народ Это человек На подвесном мосту Вот такой Раскоряченный На жордочке стоит А правительство Это такой злой рок Выдергивает из-под него Каждую точечку И мы как та корова В особенности национальных рыбалки Раскорячиваемся Раскорячиваемся Дальше Дальше Хочешь жить Не так раскорячишься Да Но вопрос-то в другом Они выдернут последнее И мы упадем То есть мы Вот этот человечек Он упадет мордой в говно Но послушайте Для меня и для моих товарищей Ничего не изменится Мы боролись с этой грязью И с этим дерьмом И продолжаем И каждый должен вставать В наши ряды И бороться против этого Сегодня Хотела сказать последнее Дело в том Что у нас В наследство От Советского Союза Достался лучший свод Законов о труде Который был ГЗОД Они отняли у нас Все статьи Регламентирующие Работу на предприятиях Которые можно было интерпретировать В пользу работников Они отняли у нас Здравоохранение Они отняли у нас Образование Сегодня отнимут у нас Пенсии Отнимут Поверьте мне Отнимут Три тысячи петербуржцев Не решат эту проблему Поэтому призываю всех Вывести 300 Вывести 3 миллиона И сказать Абсолютное нет Пенсионной реформы Спасибо От партии Другая Россия Слово предоставляется Андрею Писоцкову Добрый день Сегодня мне тяжело говорить Много утрат на этой неделе Позавчера погиб Герой ДНР Александр Захарченко Сегодня проходят его похороны Поэтому настроение скверное Но повод наш Непраздный Повод наш Масштабный Потому что Продолжается Ограбление Которые выдают За пенсионную реформу Выступал Путин И Впервые За все годы Он нам сказал Что мы будем жить хуже Он впервые сознался Что да Есть проблемы Что не выходит жить Как прежде Вот эти все годы Они нас пичкали Своей пропагандой Они нас пичкали Образом светлого будущего А теперь они говорят Что да Есть проблемы И Я вам скажу Что Путин прав При этой системе Которая Установилась В нашей стране С 91-го года При олигархическом Капитализме Жить будет хуже Мы должны это понимать И я объясню Почему жить хуже Будет нам При этой системе Вы пройдитесь По водному каналу Там руины А в советское время Там были заводы Которые были разрушены При Собчаке Теперь там руины И наша страна Производит Четверть товаров Которые производил Даже не Советский Союз А РСФСР Вот достижения Ельцинско-путинской власти Четыре раза меньше Мы производим И понятно Что при таких Экономических показателях Не будет денег у них Чтобы Всем платить Но на себя Деньги хватит У них есть дворцы У них есть яхты У них есть Росгвардия И ОМОН Которые Их будут защищать У них есть Пропагандоны И пропагандырки Которые будут впаливать С телеэкрана Всякую чушь Ведь на самом деле Хуже Вот этой пенсионной реформы Только компания По ее Акитации Вот этой Потому что Когда показывают По первым каналам Пенсионерам Которые рады реформы Ну это чушь Это оскорбление народа В стране Будет хуже жить При этой системе Будет возрождаться Кассное общество Когда будет верхушка И низкая Она уже есть Эта ситуация Но она будет более явной Нас будут грабить И олигархи Будут Все более и более богатыми А я спрашиваю Нам нужны олигархи? Нет Поэтому Предлагаю проскандировать Россия без олигархов Россия без олигархов Россия без олигархов Россия без олигархов Много было сказано О необходимости объединения О необходимости борьбы И надо очень четко понимать Что вот такими Будем говорить честно Малочисленными митингами И ситуация не изменится Нас ждет тяжелая жизнь Всех нас И тяжелая борьба И на каждом из нас Лежит ответственность За будущее нас За будущее наших детей и внуков Нужно избавляться от олигархического капитализма Нужно пересмотреть Итоги приватизации Потому что именно там в 90-х годах Лежит основа вот этой всей мерзости Поэтому наша партия Другая Россия Громче других сил выступает За пересмотр итогов приватизации За национализацию недр Нас ждет тяжелая борьба И мы должны вернуть пенсии Вернуть нефть Вернуть власть Мы должны свое вернуть себе Поэтому свое выступление Я заканчиваю так Верни свое Верни свое Верни свое Верни свое Спасибо, Питер Слово предоставляется Координатору Совета общественных организаций При фракции КПРФ В законодательном собрании Соловейчику Владимиру Матвеевичу Дорогие товарищи Мы с вами Слышали это выступление Путина Это Позорище Не побоюсь этого слова В лучших традициях Горбачевских метаний Умолчаний В лучших традициях Нежелание Напрямую посмотреть В прямом эфире в глаза граждан От хваленных прямых эфиров Путина Осталась одна запись Где он невнятно пытается Сбить народный протест Испугавшись Массовых митингов В том числе и всероссийского протеста Организованного 28 июля КПРФ В котором мы все с вами Участвовали здесь На площади Ленина После такого выступления Мы можем сказать лишь одно Министров капиталистов И главного единоросса Медведева И примкнувшего к правительству Медведева Президента Путина В отставку Такой политический итог нашего литинга Недоверие и требование отставки к буржуазной власти Но надо сказать еще об одном Пожалуй не менее важном Минут за 15 до моего выступления Одна из участниц митинга Здесь у трибуны подошла ко мне И сказала Скажите обязательно про роль коммунистов Про красный флаг И это очень хорошее предложение Бесстыдные действия буржуазной власти Бесстыдные действия правительства Медведева И примкнувшего к нему Путина Особенно цинично выглядят На фоне того Что ровно 65 лет назад В июле-августе 1953 года Советское правительство Начало разрабатывать И затем воплощать в жизнь Масштабную социальную реформу Самую масштабную в истории нашей страны Тогда В августе 1953 года На пятой сессии Верховного Совета СССР По докладу Георгия Максимилиановича Маленкова Парламент принял решение Об освобождении от недоимок по налогам Об их резком списании С подсобных хозяйств С тех, кто живет трудом своих рук и ума Списание налогов в социалистическом государстве Под красным флагом И налоговая удавка В виде повышения акцизов В виде повышения НДС В виде повышения, связанных с этим повышением Цены тарифов в буржуазном государстве Медведева и Путина Под трехцветным белогвардейским флагом Вот вам первая разница Точно тогда же 65 лет тому назад Советское правительство Приняло решение и начало Реализовывать его в жизнь Решение о масштабном Жилищном строительстве Когда рабочие и крестьяне Впервые почувствовали Что социальные достижения Октябрьской революции Именно для них Бесплатное жилье От советской власти Под красным флагом И нынешние Обманутые дольщики Которые законное свое жилье Не могут получить В условиях буржуазной власти Под флагом трехцветным Белогвардейским матрасом Власовским матрасом Вот вам второе различие 65 лет назад Советское правительство Приняло решение О необходимости Полностью бесплатного обучения В высших учебных заведениях В старших классах Средней школы Это было социалистическое государство Под красным флагом Нынешняя буржуазная власть Под трехцветным Белогвардейским флагом Превратила высшее образование В заповедник для богатых Превратила среднюю школу В место, где собирают Средства с родителей В каком положении Находится сейчас Учитель средней школы Его замордовали Медведевской коммерциализации образования Пресловутым законом 83 Его замордовали Федеральными государственными Образовательными стандартами Он в полной зависимости От директоров и чиновников И мы помним Как высоко стоял Престиж учителя В советские времена Мы помним Что говорил об учителях Владимир Ильич Ленин Вот вам третья разница Наконец Поговорим о зарплатах Советское правительство Приняло решение о том Чтобы повысить зарплаты Рабочим Работникам совхозов Затем денежные выплаты Работникам колхозов Чтобы они на эти деньги Могли купить потребительские товары Вступить в жилищно-строительные кооперативы Что в свою очередь Подымает Спрос и производство В легкой промышленности Это было при советской власти В социалистическом государстве Под красным флагом И мы прекрасно Люди старшего поколения Помним Когда любой честный труженик Неважно строитель ли Химик ли Бумажник Мог заработать себе на машину На дачу На половину сельского дома И жить там ходить По те самые грибы и ягоды Отдыхать с детьми и внуками Это было при красной власти При нынешней буржуазной власти Мы видим урезание реальных доходов граждан Не выплаты зарплат Безработицу Беззарплатицу Развал той же легкой швейной промышленности Когда люди не имеют денег Чтобы купить качественные отечественные товары Покупают всякого рода дешевый ширпотреб А это в свою очередь ведет К сворачиванию производства К сокращению рабочих мест К новой безработице И все это происходит при буржуазной власти Под трехцветным власовским и белогвардейским флагом И последнее о пенсиях Именно тогда В середине 50-х годов Усилиями советских руководителей Которые этим занимались Товарищи Маленкова Кагановича Зверева, министра финансов Косыгина Фурцевой Была проведена пенсионная реформа Благодаря которой Впервые в истории России Рабочие и крестьяне А затем и работники колхозов Стали получать пенсии Чего не было во времена проклятого царизма Которое столь любят наши нынешние Единороссовские министры И пропутинские политологи Вот что сделала советская власть Под красным флагом И теперь буржуйская власть Путина и Медведева Под трехцветным белогвардейским матрасом Хочет отнять у нас последнее социальное достижение Советского периода Октябрьской революции Нашей пенсии Ясное дело, что мы будем против этого бороться И выходить на такие митинги, как сегодня И на митинги большие И будем противостоять Наступлению на права трудящихся И поэтому Из соображений, идейных взглядов Политических предпочтений Исторической традиции И моральной ответственности В авангарде борьбы Идут коммунисты под красным флагом А не какие-то там Трехцветные либералы-западники Но никакой авангард На войне, которую Путин и Медведев Объявили нашему народу Нашим трудящимся Не победит один Ни в одном сражении Если его не поддержит остальное войско А наше войско Это люди, живущие трудом своих рук и ума Честные трудящиеся люди России И я обращаюсь ко всем Кто пришел на наш многотысячный митинг К тем, кого здесь нет Но кому вы расскажете Включайтесь в борьбу Берите газеты Берите листовки Приезжайте в горком КПРФ за агитацией Разносите ее по людям Только слово правды сам может перебить Ложь телевизионных каналов Вранье либеральных радиостанций Обман прокремлевских пропагандистов Только так, вместе Под красным флагом Мы остановим наступление буржуазной реакции Помятуя о том, что судьба Наша, наших заводов Наших домов Наших улиц Наших городов Нашей страны В наших с вами руках Мы, представители трудового народа Хозяева страны А не буржуи И не правительство Медведева С примкнувшим к нему Путиным Которое ради этих буржуев старается Мы помним слова Нашего партийного гимна Никто не даст нам избавления Ни Бог Ни царь Ни герой Добьемся мы освобождения Своею собственной рукой И если гром великий грянет Над взворой псов и палачей Для нас все так же солнце станет Сиять в огне своих лучей Судя по выступлению Путина По истерической реакции правительства По попыткам чего-то там смягчить Кого-то обмануть И сбить накал народного протеста Первые раскаты этого грома Уже гремят над сворой капиталистов И их верных слуг Из единой России Из правительства Медведева И примкнувшего к нему Путина Включайтесь в общую борьбу Будьте вместе с коммунистами Будьте с нами А мы уже с вами Так победим Дорогие друзья Прежде чем зачитать проект Резолюцию нашего митинга Я напомню Что нас впереди ожидают Несколько митингов 15 сентября Общедемократический митинг Против пенсионной реформы И 22 сентября Такой же митинг Против пенсионной реформы Организованный Коммунистической партией Российской Федерации Следите за объявлениями В социальных сетях На страницах Нашей партии В интернете А также Приходите за листовками И газетами В городской комитет Зачитывая проект Резолюции нашего митинга На этой площади 28 июля 36 дней назад В едином эмоциональном порыве Многотысячного митинга Мы твердо заявили Правительству Медведева И политикам Единой России Что все их попытки По варварскому повышению Пенсионного возраста Обречены на поражение Нашу борьбу За социальную справедливость В ходе общероссийской акции Поддерживает более 90% Жителей городов И сельских поселений Во всех уголках страны В одну шеренгу Сопротивлением Встали рабочие И деятели науки Политики И творческая интеллигенция Ветераны Молодежь Военные Социологи Экономисты Подвергнуть забвению Опыт социалистического пути Выбранный отцами и дедами Значит изменить Генетический код нации Лишить нашу родину будущего И именно социалистическая Россия Явила миру яркий образец Государственного подхода К социальной защите своих граждан Так называемой реформой Правительство загоняет миллионы людей В клещи нищеты Провоцирует очередной виток Безработицы И демографического падения Придав интересы Трудящегося большинства Опустошая их карманы Власть давно и открыто Проявляет себя Защитницей магнатов Их тугих кошельков И неправедных доходов Но в конечном итоге Именно российский народ А не правительство Медведева И несформированная элита Так называемого ближнего круга Должен определять будущее страны Только народу формировать И свод государственных законов Которые должны сплачивать нацию А не разобщать людей Массовость и нарастающий накал протеста Позволят остановить чудовищный пенсионный геноцид Многотысячные митинги второго этапа акции Сегодня вновь проходят во всех регионах России Эхо всенародного гнева растет и ширится Пенсионная реформа поставила страну На грани исторического пограничного рубежа в сражении Проиграть которое мы не имеем права В борьбе с произволом мы пойдем до конца В этом мы видим свой долг Перед надеждами и ожиданиями миллионов людей Нет грабительской пенсионной политики власти Вызывающей страдания народа Правительство Медведева и президента Путина в отставку Требуем проведения общероссийского референдума Против повышения пенсионного возраста На выборах ни одного голоса единороссам Предавшим интересы людей Вместе мы остановим эту людоедскую реформу С нами правда и справедливость Так победим Кто за данную резолюцию Прошу проголосовать Уважаемые товарищи По старой традиции Сейчас мы возложим цветы Памятнику основателя Великого государства рабочих и крестьян Нашему вождю Владимиру Ильичу Ленину Прошу всех возложить цветы Редактор субтитров А.Семкин